Часто на журналистов нападают в момент, когда они делают свою работу. При этом законодательно закреплена неприкосновенность журналистов во время выполнения профессиональных обязанностей. Представители СМИ сбивают прямо во время освещения событий. Были жертвы нападений среди журналистов и 24 марта и 7 апреля. Их избивали, грабили, вдвоих стреляли. Объектом агрессии работники пера могут стать в любой момент, например, на съемках сюжета на проблемную тему. Сначала этот мужчина в черных очках и спортивном костюме ударил по камере. Я сказала, чтобы он прекратил, потому что мы делаем свою работу. Но потом я не помню, что со мной произошло. Когда очнулась, возле меня лежал сломанный микрофон, а этот мужчина бил мою коллегу по голове. Оказывается, он меня ударил. Я потеряла сознание. А когда Ширин начала заступаться за меня, он перешел на нее. После избиения некоторые журналисты, опасаясь за жизнь, покинули страну. В период с 2008 по 2010 год из Кыргызстана уехали 10 представителей СМИ. Кто-то просил политическое убежище. Двое бежали из-за угрозы тюремного заключения. И двоих журналистов за профессиональную деятельность убили. Свобода слова. Значит, пожалуйста. У нас это тоже через край. Мой брат Алишер Саипов работал журналистом в качестве корреспондента международных информагентств, в том числе «Ферген Руд», «Голос Америки». И в последнее время он издал свою газету на узбекском языке с названием «Сеус от политика». Убийцы Алишера еще не найдены, в отличие от тех, кто убил Геннадия Павлюка. В начале 2009 года задержали одного человека, точнее бывшего милиционера. У него нашли пистолеты. Якобы с этого пистолета был застрелен мой брат. Его в начале 2010 года осудили, дали 20 лет лечения свободы. Спустя два года, в начале 2012 года, в апреле, этого человека отпустили. В тот момент, когда был убит мой брат, он был на свадьбе у родственников. Прошло три года, до сих пор нет никакой информации. Ждем от прораженных органов найти виновных и наказать их. Когда в вопросах владения, в вопросах учредительства все понятно, придумывать какие-то судебные иски, придумывать какие-то другие способы отъема собственности, ведь очень трудно, а порой даже и невозможно. Самыми легкими жертвами рейдерства становятся как раз-таки те СМИ, у которых в прошлом уже были какие-то спорные моменты, у которых в прошлом были какие-то имущественные споры. Телекомпания Куор, 2005 год. После мартовских событий 2005 года зять Аскара Акаева, Адиль Тойгунбаев, покинул страну. Ему принадлежала компания Айден Кёль, которая владела 51% акций телекомпании КОР. 15 октября оставшиеся акционеры компании сменили руководство канала, а в последующем переоформили КОР на компанию 25-й кадр, которую называли подконтрольной сыну бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Максиму. В свою очередь 25-й кадр являлся учредителем ОСО «Глобал Медиа», впоследствии ставшего владельцем ЗАО «Пятый канал». Телерадиокомпания «Пирамида» 2005-2006 годы. История телерадиокомпании «Пирамида» началась еще до мартовских событий 2005 года, когда телеканал под залог своих акций взял в долг ОСО «Ареапак-Бишкек» 150 тысяч сомов на новое оборудование. Впоследствии решением общего собрания акционеров по 29 апреля 2004 года «Ареапак» был включен в состав учредителей. После событий 2005 года ОСО «Ареапак-Бишкека», филированная с семьей Акаевых, распалась. С конца 2005 года здание телеканала не раз становилось объектом захвата, в том числе отключалось электричество, поджигалось оборудование и сбивали сотрудников. В октябре 2006 года решение межрайонного экономического суда «Бишкека» компания «Инвестмедиа», имевшая отношение к сыну президента Кыргызстана Максиму Бакиеву, была включена в состав учредителей ТРК «Пирамида». С 50% долей как правоприемника «Суаряапак-Бишкека» оставалась в таком статусе вплоть до 2010 года. Пятый канал и «Пирамида» апрель-май 2010 года. 20 мая Временное правительство Кыргызстана приняло решение о национализации Пятого канала и «Пирамиды» по причине их аффилированности с Максимом Бакиевым. Декретом Временного правительства было национализировано ЗАО «25 кадр» в уставном капитале ОСО «Глобал Медиа», являющегося учредителем ЗАО «5 канал». Другим документом было принято решение о национализации ОСО «ТРК «Пирамида». Телекомпания ОШТВ 2010-2014 годы. После июньских событий 2010 года владелец телекомпании ОШТВ Халилджан Худайбердеев переписал 51% акций на конболото Кожбаева. Худайбердеев позже уверял, что его вынудили это сделать, заплатив лишь 20 тысяч долларов. Во время суда по ОШТВ событиям уже покинувший к тому времени страну Халилджан был признан виновным в разжигании межэтнической розни и заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. В декабре 2010 года суд исключил Худайбердеева из состава учредителей и стопроцентным владельцем телекомпании стал Кожбаев. Однако в марте 2014 года решением ОШТВ Межрайонного суда и ОШТВ облсуда были отменены все судебные решения по телеканалу, начиная с июля 2010 года. А 30 июня 2014 года канал был национализирован и в настоящее время является государственным. Эти вопросы, они очень запутанные, они очень скандальные, с очень долгой историей. Что в этом надо, конечно, очень серьёзно разбираться на самом деле, для того, чтобы какие-то вот чёткие оценки выносить. Вечерний Бишкек 2005-2015 годы. Гражданский спор между собственниками рекламной компании Рубикон, которой принадлежат акции ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек», берёт начало с 2000 года, когда один из учредителей ОСО Рубикон Александр Рябушкин продал свою долю в размере 50% компании «Петровский корм». Как считалось, аффилированный зятем Аскара Акаева Адирем Тойгунбаевым. Впоследствии Рябушкин объяснял это тем, что его заставили продать свою долю по заниженной цене. После событий 2005 года второй учредитель Александр Ким через суд оформил на себя 51% доли «Петровский корп», став таким образом стопроцентным владельцем ОСО Рубикон. В 2006 году Рябушкин подал свой первый иск об оспаривании договора купли-продажи, однако в удовлетворении иска было отказано. Повторный иск Рябушкин подал в 2011 году, где просил суд признать недействительной после смены учредителей перерегистрацию в ОСО Рубикон, но ему снова было отказано. И вот в 2014 году Рябушкин подал третий иск о признании права собственности на долю 50% в ОСО Рубикон, который был удовлетворен всеми инстанциями. Это средство формирования общественного мнения. И чем успешнее СМИ, тем, значит, оно крупнее, тем, значит, оно влиятельнее. Первыми о том, что шесть кыргызстанцев убиты силовиками, заговорили журналисты радио «Азатык». Главная кнопка страны хранила молчание. Год спустя реформа гостелерадиокорпорации сдвинулась с мертвой точки. Общественность поднимала вопрос о необходимости общественного телевидения, чтобы любой тележитель мог при необходимости включить канал, в котором он точно будет знать, что увидит объективную достоверную информацию. Одним из требований потом событий 24 марта 2005 года стало реформирование КТР в общественное. В 2006 году был принят закон о национальной телерадиокорпорации, где были отражены основные принципы создания общественного телерадиовещания. Но создано оно так и не было. На самом деле Курманбек Бакиев, уже придя к власти, конечно, тоже уже не хотел ничего реформировать. То есть его уже тоже все устраивало. Ну, восьмой-девятый год я сейчас не помню, но практически телевидение стало обслуживать власть, имея в виду ту власть, которая была на тот момент. Награждены знаками и отмечены денежными премиями Минкультуры. Одним из первых декретов Временного правительства после апрельских событий 2010 года стал о преобразовании национальной телерадиокорпорации в общественную. Он был принят 30 апреля 2010 года. Менее чем через полгода в стране должны пройти парламентские выборы. Ну, мирный город, все, выборы, ну да, там, как бы, но это... И я продолжаю, как бы, переговоры, и вдруг человек, которым я разговариваю, говорит, тоже поднимает телефон и говорит, а что ты здесь сидишь, когда, говорят, идут громить твой офис? За четыре дня до выборов в Эргизии разгромлена штаб-квартира оппозиционной партии «Атажу». Ну, получается, вот здесь собралась большая толпа, люди остались внутри помещения. Я начала звонить Интерфакс, Рейтер, защита Джазира. Общественный канал отозвался вообще? Ну, если честно, я их и не звала, потому что, в принципе, как бы я понимала, что я работаю на партию, которая в оппозиции. Впрочем, ожидания оказались напрасными. В этот же вечер в новостях общественного канала был показан сюжет о нападении на штаб оппозиционной партии. Все 27 партий, которые участвовали в 2010 году в парламентских выборах, они получали равномерный эфир и доступ к эфирам. В первый после политических потрясений год журналистам всегда легче работается. На волне эйфории предполагаемых перемен сразу и после 24 марта 2005 года. И после 7 апреля 2010 года свободы слова было больше. И есть принципы общественного телевидения. Это первое, чтобы это телевидение не было зависимо от госорганов и не было зависимо от коммерческих структур. В законе меня обязали, мало кто закон считает в законе, я обязан также предоставлять очень много времени в эфире для проведения так называемой государственной политики. Но вопрос в том, что такое государственная политика. Каждая его видит по-разному. Администрация президента видит через свою призму. Джоркинеш видит через свою призму. Правительство население видит через свою призму. Политические группы они абсолютно по-разному видят. Оппозиционеры по-другому видят. Провластные по-другому видят. Сегодня я тот человек, та персона, ИКТРК, та организация, которая практически никому не нравится. Грамотами и денежными премиями были награждены лучшие деятели культуры. Рассказывает Ильна Мутагадарова. Они на себе психологически все равно несут нож и того, что они вещают от имени государства. Хотя давно это уже не так. Они вещают от имени общественности. Пока вот этот психологический барьер не будет переступлен журналистами ОТРК, на мой взгляд, они не смогут выйти за рамки и стать на самом деле общественным каналом. Или журналистами общественного канала. Да, есть большие проблемы с уровнем профессионализма наших журналистов. И мы признаем, что мы должны учиться очень-очень многому. Вопрос по поводу их обеспечения и условий работы. Например, у них нет нормальной заработной платы. У меня не хватает хорошей техники. У меня не хватает хороших условий работы. Понимаете, их очень-очень много. И когда я обеспечиваю только 30% минимум потребностей своих журналистов, мне тоже очень сложно требовать от них объективности, всесторонности, высокого уровня профессионализма и так далее, и так далее. Понимаете? Это Вербек считает, а у меня получается страны. Чего, в чем раз? Да. И самая главная цель общественного телевидения не понравится всем. А самая главная цель общественного телевидения, чтобы каждый представитель этого общества, будь то молодежи, будь то политической группы, этнических меньшинств, он смог найти в сетке вещания то, что ему нравится. Можно вас не понравилось? Как будете пополнять? 10 марта 2010 года. До апрельских событий меньше месяца. Власть пытается сохранить контроль над информационным полем. В этот день в Кыргызстане заблокировали сразу несколько независимых новостных веб-сайтов. Фергана.ру, Азаттык, Центр Азиару, Белый парус и даже блок активиста Идиля Байсалова. Большинство регионов перестали выходить в эфир передачи радио Азаттык. Партнеры редакции объясняли это давлением сверху. Национальная телерадиокомпания прервала нашу программу, и мы вынуждены были искать новые партнеры. Один за другим все телерадиокомпании начали отказывать в эфир программы радио Азаттык. Блокировки СМИ применялись в периоды обострения политического противостояния. В апреле 2007 году, то есть вы помните, была такая политическая напряженность. Тогда вот объединенный фронт под руководством Кулова, это были такие митинги. И тогда сотрудники ГКМБ вошли в здание типографии и конфисковали газеты «Джанг Агым» и «Крыг Зруху». То есть не позволили выйти этими зданиями в свет. Это был первый случай такой. Я считаю, что это был своеобразный катализатор апрельских событий 2010 года. Но были блокировки и после 2010-го. Начали друзья говорить, Катя, Фергана не открывается. И ты, как всегда, первый вопрос был всегда, кто провайдер. Оказалось, что не открывает «Каргостелеком». Генпрокуратура отправила письмо, я так понимаю, в госагентство связи. А те, в свою очередь, отправили предписание всем провайдерам, что типа надо заблокировать эту конкретную новость на Клопе. А в свою очередь провайдеры сказали, мы не можем блокировать отдельную новость, мы, короче, начнем блокировать весь Клоп. В случае с Ферганой это было решение Джугуркукинеша по итогам расследований событий на юге страны в июне 2010 года. И там был 30-й пункт заблокировать издание Фергана.ру, которое способствует разжиганию межнациональной розни. То есть там была вот такая формулировка. Я людей не предупреждал, что сейчас будет съемка, поэтому они все страшно шокированные сейчас будут. На Клопе пытались заблокировать сообщение о том, что дети из Казахстана обучаются запрещенной во многих странах, впоследствии в Кыргызстане, террористической организации ИГИЛ. Один из основополагающих методов борьбы с терроризмом и экстремизмом – это гласность. Мы считаем, что если начинают детей из Центральной Азии вербывать в ИГИЛ, то об этом надо сразу кричать на весь мир. Как раз ИГИЛ выпустил видео, где дети, во-первых, показано, как они тренируются, и показано их призывы какие-то там, чтобы к ним присоединялись. И, в общем, об этом вышла новость. Казахстан полностью заблокировал на своей территории Клопе ИГИ. Что было дальше? Это была очень странная и не очень адекватная реакция властей Кыргызстана уже. Генпрокуратура отправила письмо, я так понимаю, в госагентство связи, а те, в свою очередь, отправили предписание всем провайдерам, что надо заблокировать эту конкретную новость на Клопе. Это тоже было незаконно, потому что не было никакого решения суда по блокировке конкретной этой новости. В законе о противодействии экстремистской деятельности прописано, что решение о блокировке источника информации принимает только суд. Мы восстановили доступ, то есть мы вернули обратно сайт, оживили его. Потом госагентство связи отозвало предписание. Сказало, да, действительно, это было незаконно, потому что не было решения суда. И начались судебные заседания, они проходили вот здесь, в межрайонном суде Бишкека. Я сюда ездила в неделю по два раза как на работу, со своим ноутбуком, диктофоном. Но в марте 2013 года у меня была командировка в ОШ. И в этот день был судебный процесс, и я не смогла обрети. И я читаю на Фергане, что суд закончен за исключением срока давности. То есть решение было не в нашу пользу. На следующий день в вечернем Бишкеке выходит интервью главы ГАЗ. Там такая цитата, а мне вообще все равно, будут ли дальше провайдеры блокировать Фергану. То есть суд не в нашу пользу, тут цитата Кадыркулова. Мы вообще ничего не поняли. И тогда госагентство связи попросили подтвердить, что ведомство не против разблокировки Ферганы. ГАЗ направил письмо провайдерам. Фергана была разблокирована. Сегодня журналисты, которые приходят в профессию, многие из них даже, наверное, не представляют себе, что когда-то в нашей стране журналистов сажали в тюрьму. В 1995 год редактор газеты «Республика» Замира Сыдыкова, ее заместитель Тамара Слащева, они же соучредители издания, осуждены на полтора года лишения свободы за заметку о том, что у Аскара Акаева есть вилла в Швейцарии с отсрочкой исполнения приговора. В течение некоторого времени Слащева и Сыдыкова состояли на учете в правоохранительных органах. В марте 1997 года арестованный Рызбеку Мурзаков, журналист газеты «Республика», за критику директора фрунзенского завода Михаила Парышкура. Четыре месяца журналист провел в камере строгого режима, был приговорен на два года в колонии-поселении, позже была применена амнистия. В том же году Замира Сыдыкова осуждена еще на полтора года по другому судебному разбирательству. Срок получил и обозреватель республики Александр Алянчиков за то, что в статье о Кыргызалтыне назвали занимавшего в то время пост президента госконцерна Достана Саргулова фюрером и эфрейтором. Тогда журналисты провели три недели в СИЗО. После вынесения приговора Замира Сыдыкова около двух месяцев находилась в колонии-поселении. Первые попытки декриминализации клеветы были в 1997 году. Тогда Скорокаев внес проект на рассмотрение Джугуркукенеша. Депутаты его отклонили. История повторилась в 2001-м, в 2003-м. Весной 2007-го года уже при Бахиеве была еще одна безуспешная попытка декриминализировать клевету. Вновь поправки в уголовный кодекс не пропустил парламент. Многие пользовались тем, чтобы просто вот именно наказать, чтобы журналиста посадить и так далее. То есть, чтобы вот как-то не восстановить сколько, да, свое доброе имя, да, не получить какую-то компенсацию. А вот именно такая некая месть, да, чтобы вот государство его посадило и он сидел за вот то, что сказал, да, рассказал или там, скажем, написал. И лишь в 2010-м году, после апрельских событий, запрет на уголовное преследование за клевету был, наконец, внесен в основной закон. Когда некие сведения недостоверные, они преподносятся как достоверные для борьбы, элементарной политической борьбы. Ну вот тут, я, честно говоря, не знаю, что делать. Можно ли сажать за свободу выражения? Человек может ошибаться. Это такая тонкая грань. Правда бывает, что непроверенную информацию даем. Иногда и слухи. Если ты распространен недостоверную информацию, это максимум штраф. Мы не ставим перед собой, да, некую такую самоцель, чтобы совсем, да, СМИ или журналисты избежали ответственности. Насколько ты виноват, насколько ты был непрофессионален, настолько ты должен получить и нести ответственность. После выхода этого материала Чолпон пришлось бежать в Швейцарию. Она уже до судебного решения позволяет правоохранительным органам проводить какие-то действия от решения журналистов. То есть препятствия от рабочих средств информации. То есть это можно сделать выемку каких-то, скажем, жестких дисков или каких-то необходимых, скажем, доследствия материалов. И когда уже после смены правления начали, стали применять, обратно же попытка была применить эту статью, конечно, мы очень немножко встревожились. На самом деле вот выяснилось, что это ошибка, это незаконно, это неправильно, это идет вразрез всему. Должен быть обязательно умысел в данном случае, что человек действительно заведомо ложно направляет правоохранительные органы. В следующий момент человек должен непосредственно прийти в правоохранительные органы и заявить об этом преступлении. В начале 2015 года Конституционная палата вынесла решение, статья Уголовного кодекса 329, заведомо ложное сообщение, не может применяться к публикациям в средствах массовой информации. Но несмотря на многочисленные рекомендации, так и не была отменена обязанность генерального прокурора защищать честь и достоинство президента, что позволяет руководителю надзорного органа подавать суд на журналистов. Да, бывает, что сложно, ну, это опять же правоохранительная структура, когда ты звонишь, тебя просят перезвонить. И знаете, это на самом деле не центральные органы власти, это, как правило, местные органы власти. Вот куда сложно, подведомственные учреждения в регионах. Конституция гарантирует право каждого получать информацию о деятельности госорганов местного самоуправления и организации, которые финансируются из госбюджета. Первым источником информации, конечно, является государственным органом, первым источником. И, скажем, в этом отношении у нас, конечно, довольно много проблем. Когда прокурорские работники просто элементарно боятся, они не знают, как реагировать, потому что существует принцип единоначалия и единого приказа, где вся информация замыкается на одном управлении. И, например, если что-то случается где-нибудь в Баткенской области, позвонить в Баткенскую прокуратуру, там могут элементарно не ответить, хотя, в принципе, по закону должны. Принято в декабре 2006 года. Закон о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской республики, обязал госорганы по запросам граждан предоставлять информацию о своей деятельности, за исключением конфиденциальных данных. Вполне возможно, что облегчился, таким образом упростился доступ к информации для людей, может быть, для МПО, а для журналистов немножечко другая все-таки ситуация. Те сроки, за которые должна выдаваться информация, многие журналисты просто не устраивают. Журналистам нужна информация вот сейчас, именно вот, по крайней мере, сегодня. Завтра эта информация уже не нужна ему. И они пытаются всякими другими способами получить информацию другую. Больше всего, естественно, это личный контакт, это возможность позвонить, возможность обратиться напрямую к руководителю, минуя те или иные инстанции, которые как раз-таки регулируют законы о доступе к информации. Поэтому в этом смысле, мне кажется, как личный контакт был самым важным аспектом при получении информации, так личный контакт и остался. Кыргызская государственная медицинская академия – главная кузница медицинских кадров республики. С недавних дней вуз держит в своих стенах крепкую оборону. Никаких съемок и интервью. Руки уберите, это имущество компании. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что мы не могли сюда попасть и получить элементарные ответы на все те вопросы, которые нас интересовали. К нам на руки попали бумаги, которые доказывали, что здесь при поступлении были некие такие серые схемы, по которым этих абитуриентов зачисляли в этот университет. Когда мы приехали, мы столкнулись с той проблемой, что нас просто не пускали туда. То есть, не объясняя никакие причины, нас просто начали выталкивать, выкручивать руки. Видите, это имущество компании. Будете отвечать. Опубликование пятым каналом материала о путешествии некоторых депутатов на Бали. Турага Ахматбек Гельдебеков башболгон депутаттардын расмейш сапары о нынче юльда Малайзиада башталган. Парламент отказал в аккредитации журналистам пятого канала. Это тоже вопрос доступа к информации. Когда Азаттык опубликовал тоже о расходах парламента. Никакой какой-то экстраординарной ситуации там не было. Молодой журналист взял совершенно открытые данные, которые есть в общем доступе, которые не являются ни служебной тайной. О расходах на содержание парламента. Во сколько нам сегодня обходится содержание журналистов. Но просто когда цифры сводятся в аналитику, то выглядит, конечно, очень устрашающе. Для простого человека прозвучали жутко. Я думаю, что они прозвучали жутко и прежде всего и для самих депутатов. Народ так говорил, а вы сволочи. В этом сюжете, по иронии судьбы, получилось, что была показана квартира, служебная квартира моей родственницы, моей тети от партии Атамикен. Я имел такой серьезный разговор по родственному. И тут же депутаты хотели поднять вопрос о том, чтобы подумать об аккредитации журналистов. Была очень бурная реакция. Благодаря на тот момент реакции медиаорганизации, благодаря консолидации усилий средств массовой информации, благодаря коллективной поддержке журналистов, на тот момент удалось отстоять вот это давление. И последствия не были столь ощутимыми, какими они могли быть. Незнание законов очень большая для нас проблема, с которой надо бороться, и только журналисты могут с этим бороться. В 2005 году создан общественный фонд Институт Медиаполисе для защиты прав журналистов. За 10 лет с момента создания организации медиапредставитель и юрист Института Медиаполисе в 260 судебных разбирательствах представляли интересы журналистов и редакций, где в 80% случаев журналисты, обратившиеся в ВМП, остались довольны решениями судов и не подавали на обжалование. Более тысячи представителей медиасферы за эти годы получили правовые консультации по вопросам законодательства. Около тысячи человек, среди которых журналисты, юристы, студенты, а также судьи, прокуроры, милиционеры и сотрудники различных госорганов получили знания по медиазаконодательству. Медиапредставитель и юристы МП принимали участие в разработке новых законов о доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, и об общественной телерадиокорпорации. В разработке постановления Пленума Верховного Суда о судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства деловой репутации, в подготовке многочисленных проектов по изменению законов, регулирующих и влияющих на деятельность журналистов и СМИ. Благодаря в том числе участию ИМП отменены 127 и 128 статьи Уголовного кодекса «Клевета и оскорбления» и статья 329 «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления не применяется к СМИ». Мы обычно объединяемся тогда, когда нужно кого-то защитить. Тогда да, мы все едины, мы выступаем и подписываемся. Я видел, что мы там за день собрали подписи практически всех основных средств массовых информаций в стране в поддержку этого журналистского материала. Честно говоря, журналисты, им как раз таки, в отличие от многих других профессий, им страшно повезло в том плане, что они про любое притеснение их прав могут сразу кричать, опять же, на страницах своих изданий. Что сделали мы, что я считаю, должны делать абсолютно любые журналисты в том случае, если на них оказывается попытка давления. Сила же в распространении информации, чтобы каждый гражданин узнал о той или иной проблеме, в том числе и с журналистом. Это их сила. И, конечно, когда, например, с каким-то конкретным СМИ что-то происходит, если только это в СМИ будет писать, а остальные будут игнорировать, то результата не будет. Продолжение следует...